Ксюша, смотри, у нас попали два человека в парк универсиады, даты заезда у них разные. Они, в принципе, могут встать в две смены. Арену Север закрывает только Марина, и попала она на супервайзера. Как ты думаешь, справится? Представители регионального штаба помогают организаторам универсиады составлять график дежурства волонтеров. За происходящим наблюдает не только наша съемочная группа, но и молчаливый Юлайка, талисман зимних стартов в Красноярске. Кстати, чтобы стать этим симпатичным псом, вернее, человеком, который будет ростовой куклой в образе Юлайки, необходимо было пройти конкурсный отбор. Что уж говорить о волонтерах, работать на универсиаде будет 5 тысяч помощников со всего мира, 13 с Алтая. Есть медицинский университет Катерина Шелихова, она будет работать со скорой неотложной помощью. Есть ребята, которые будут работать на допинге. Это волонтер Шапирон называется. Это сбор допинг-про. Ксения Синеговская руководит региональным штабом и впервые сама поедет волонтером в Красноярск. Правда, поболеть за участников универсиады по большому счету не получится. Девушка будет контролировать работу в спортивной деревне. А за культурно-массовым отдыхом гостей предстоит наблюдать Ксении Лесничей. Она волонтер со стажем. Универсиада предоставляет волонтерам полностью экипировку. Это будет входить зимний горнолыжный костюм, который предназначен для наших сибирских морозов. Толстовки, футболки, рюкзаки. И что самое приятное, вся эта форма полностью остается на память волонтеру. Кроме того, организаторы оплачивают волонтерам проезд, проживание, питание и экскурсии. При условии, что все эти люди прошли отбор и состоят в официальной делегации. Известно, что от нашего края на универсиаду поедет несколько волонтеров-самовыдвиженцев полностью за свой счет. Видимо, очень сильно желание поболеть за нашего единственного спортсмена. От Алтайского края выступать будет лыжница Яна Кирпиченко. Открытие зимней универсиады состоится 2 марта. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok